друзья здравствуйте через горячий ключ протекает горная река Псикупс летом она маловодная, но после того как проходят дожди по ней можно даже сплавляться я сплавлялся по Псикупс уже наверное четыре или пять раз обычно получается сплавляться в декабре тогда еще вода довольно таки теплая после хороших дождей и обычно сплав идет от Фанагорийского или можно заброситься до Фапостика до Фапостика на лодке и сплавится так вот этот Фапостик на электричке и сплавится до горячего ключа в этот раз мы сплавлялись мы доехали до Фанагорийского до поворота на Царьевы Поляны на Чипсизе водитель взял 360 рублей с нас примерно посольнику с каждого за два детских рюкзака и два взрослых с погодой сегодня повезло вчера шпарил дождь было холодно даже думал взять куртку теплую но в этот раз наверное уже градусов 25 хорошо жарко вечер обещает дождь посмотрим как будет на самом деле здесь как раз чипси впадает недалеко от фанагорийского чипси впадает в Псикупс доехали мы на фанагорийском автобусе кажется 119 был в 10 часов утра он выходит с рынка и дальше идет до фанагорийского автобус пошел другой дорогой а мы пошли своей идем на чипси поворот на Царьевы Поляны это там дальше идет фанагорийская а нам туда вот такая полноводная чипси вон мои товарищи сидушки сделали из пенки бутылок и внутри мешок потом будет вот это развернули здесь плод байдарку надувную и потом начали сплавляться в принципе еще вчера была полноводна так сказать вода но в этот раз течение с довольно таки быстро закончилась и полноводность закончилась и пришлось изредка даже выходить из лодки и протягивать и и протягивать и грибнём грибнём вода была довольно таки теплая и мы ни разу не перевернулись но в принципе вода была такая спокойная все путешествие занялось 10 с 11 часов до 4 часов это 5 часов 5 часов и конечно самый интересный момент по сплаву это наверное от очаровательной полянки до сюда можно доехать или на автобусе том же самом на фанагорийском автобусе или на электричке один из вопросов по сплаву это конечно нужно чтобы было какое-то место с плюсом какое-то и так чтобы можно было бы развернуть лагерь или развернуть и не тонуть в или ногами и развернуть эту лодку и сплавляться и так один вариант это на надо в долине очарования а второй вариант это в учу врачи волчьи ворота здесь тоже есть небольшой спуск к секупсу здесь тоже можно развернуть лодку и сплавляться самые интересные места по сплаву повторюсь это были в районе мебельной фабрики где-то здесь находятся так называемые ямы на мебельке на которых дети любят купаться и вот как раз они в полноводье превращаются в хорошие пороги и еще небольшое интересное место да наверное все да то есть вообще говорят надо как бы иметь ввиду что когда вы сплавляетесь то тогда нужно чтобы перед вашим днем перед сплавом было были хорошие дожди а вы сплавлялись уже по такой погожей погоде вот такой вот получился репортаж живу в горячем ключе уже 15 лет этот видеоканал посвящен горячему ключу и жизни моей здесь последнее время я больше специализируюсь на каких-то покатушках и каких-то туристических вылазках задавайте вопросы без вопросов ролик меньше продвигается в ю тубе ну и конечно ставьте лайки подписывайтесь а если вы интересуетесь жизнью в ключе то подписывайтесь на канал и тогда вам youtube потихоньку даст все видео посвященные горячему ключу которое я записывал на этом канале спасибо итак 1127 начали плыть ну первый черпачок трусы мокрые ай-яй-яй-яй-яй-яй ну нормально плывем дальше через 200 метров заканчивается чипси и мы впадаем в Псикупс Псикупс наверно будет более полноводный, надо будет фотик спрятать Плывем без приключений, ну чуть-чуть, чуть-чуть так надо поправить Псикупс спокойный, от переката до переката Мои товарищи, первый раз летом сплавляюсь, обычно в декабре получается В декабре сильная вода и тогда А в прошлом году, кстати, в июле, или в июле, кто помнит, как раз был потоп По-моему, в июле, да, 15? 15 июля А, 6 Вообще прикольно Вода чистая Лишу лодка волнами, веслами махая, плеская, плыла по дремлющей реке И доносился вдалеке рожок и песню Далая Рожка нету и песню Далая тоже нету, но весла мы слышим Что можешь посмотреть, сколько сейчас времени? За какое время мы доехали до Фуна? 47 Вот этих вот берегах живут ласочки Не знаю, сейчас пройдем посмотрим, видно ли там норки или нет Птички есть, а норок не видно Раньше вот эти вот берега были полностью все в норках Подходишь к ним, оттуда ласточки вылетают А, вон, и все-таки видно Нет, вон норка, кстати, вот она Чуть дальше мы смотрим норки Вот такое необычное место Есть между Фанагорийским и Безымянным Срезало ножом Осадочные породы видно, вон внизу какие-то камни А потом сверху, как будто бы озеро какое-то здесь было Вон малосемейки мы нашли Впереди слышно Впереди слышим звук Не знаю, порожков, поэтому фотоаппарат нужно прятать к этому времени Чтобы не дай бог не провернулся Тоже один раз чуть ли не перевернулись Смотрите С правой стороны Вывернуты деревья Это мы еще до Безымянного не доехали Впереди будет Мост через Безымянное Наверное, где-то здесь А вот, наверное, вот отсюда оно и выпало И упало А, нет А, это середина там в носу Большой крокодил Так, фокусируйся Не сфокусировано Не подпустила Сабля Улетает Саша, можешь посмотреть, сколько сейчас времени Ко скольке мы к мосту приплыли? Да, я редко даже включаю 1440 Ну, бывает Подплываем Безымянному мосту Интернет? Дома, да Да, раз телекомовский Ну, я еще успел Дом уже на полосне А то, это, блин, у нас вообще В нашей... Ну, в Белезе дом Да В нашей... Он там намашет руками Ну, понятно, ага Ну, еще, да А что мы будем с нас там? Ну, вот там Время отклика было, ну, копимое Блин, 850 рублей Ну, в самом деле, конечно Я так понял Ты хорошо спать Жилье Это в Казанье Краснодар Да, да Добрый день По-моему, где-то час назад Это без имя... Ой, с Фоногорийского Ну, где-то два часа нам еще ехать До горячего До горячего, да До революции пойдет Два часа Успехов Спасибо и вам тоже Современная молодежь Это молодежь Инстаграма Красивые фоточки В инстаграме Там все Это же как раз Это... Каверзе Это же Каверзе Нет Да Каверзе так попадает С моста Это Каверзе Так, это другая тогда получилась Нет, Каверзе другая Точно Были Ну, вот Сухие Пошли почти до горячего Почти сухие Ну Ну, только так Портки мокрые Тут снизу все Да На резинке гораздо проще А там видео или фото? Да, видео А, видео? Может, привет маме передать? Май, передавать привет маме Не хочешь? Моей? Да и моей тоже Медленно проплываем Мимо разных пляжей Спокойная обстановка Потихоньку мы плывем До горячего ключа Какой здесь тополь был красивый Был да упал Да Да, мало на рубец Ну, все думают Ну, все думают Ну, сейчас Гряза Чего только лезть Грязи И вот там вот Нужно Дурно Порошее Угу Ну, то есть Достаточно Уже Переиграть Мне уже позднее Ну, конечно Становится Добыча Тысяча Тысяча Отличий Хищника От этого Там один Ну, это самое вкусное Оно даже Так Оно питательное Жирное Жирное И белковое То есть Видишь Все равно Как футу Опять же Ну, опять же Таки Два разделения Очень бы Произошла Наоборот Деволюция А не эволюция То Гориллы Гориллы Они Веганы Они Не едят Ничего Животного Почти Доплыли До Каверзе Впадает Ну и дальше Два километра До подвесного моста Каверзе Течет Мутная В принципе По цвету Точно такая же Как и вода Как и Пси Куфи Грязненькая Грязненькая Так она Больше Дожда быть Чистая Чистая И мы Каячим 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 Тут у нас Рулевой Подрулит Почему Ты Руль Позвонишь А Чтобы не Нанес 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 Поэтому я Нанес Ну я Недогребаю Я больше Гребу Наверное Тогда я буду Менькие грибы Мы Одновременно Будем В одном Темпе Где Недогребаю Время Время Одесс Стоит Какой Такой Псень Это Что Сбрасывали Нечистоты Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.